Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Ближайшие 10 минут будут интересны тем, кто готовится к новому сезону охоты. У нас в гостях Сергей Корольков. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о сроках предстоящей охоты. В текущем году, в соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области, сроки охоты весенней установлены с 3 суббота апреля. То есть с 16 апреля и продолжительностью 10 дней по 25 апреля. Расскажите, на кого будет открыта охота? Охот традиционно разрешается на водоплавающую дичь. Это гуси и селезни уток, а также на боровую дичь, глухарь на таку, тетерев на таку и вальшип на вечерней тяге. Все это перечень закрыта и другие виды охоты закрыты в весеннем периоде. Ну вот гусь уже полетел, охотники говорят. Как вы считаете, вовремя охота у нас в этот раз? Гусь, да, полетел, но, скажем, не везде. Если взять южный район, там, Милославский район, Кораблинский, Старожиловский, гусь уже прилетел, может, 2-3 недели назад. А, скажем, взять, вот сегодня буквально я разговаривал, Кадамский район, разговаривал Ермешинский, гусь только подлетает. То есть область большая и одновременно невозможно все, как бы оптимально установить срок открытия для всех районов. Например, в Клепиков, Касиме они бы согласны еще одну неделю позже открыть. И поэтому стараемся срок установить оптимальный для всей области. Некоторые охотники жалуются иногда, что когда охота открывается, гусь либо уже пролетел, либо он еще не долетел. Вот как-то, может быть, возможно увеличить эти сроки, чтобы всем было хорошо? Ну да, оптимальные сроки по пролету гуся установить заранее как бы очень тяжело, поскольку мы должны принять решение об открытии охоты заранее. Есть ведь еще организационные моменты, нужно выдать разрешение охотникам и прочее, прочее. А весна, она всегда приносит свои капризы, и угадать оптимальный срок тяжело. Но опять, что еще хочу сказать, ведь охота не только на гуся открывается. Это и селезень, это и вальчнип, это и глухарь и тетерев, как я уже говорил. Там свои оптимальные сроки, и поэтому нельзя ориентироваться только на гуся. А что касается удлинения сроков охоты, ну, во-первых, это находится в компетенции Минприроды России, во-первых. Во-вторых, скажем, мы уже от Минприроды Рязанской области направляли обращение в Минприроды России, чтобы разрешить на территории Рязанской области открывать весеннюю охоту в два срока, как это когда-то было раньше. Южные районы, потом северные районы через неделю. Ну, в принципе, Минприрода нам не отказала, сказали только дать дополнительное обоснование. Конечно, в этот сезон мы уже не успеем, но будем надеяться, что на следующий сезон все-таки охота будет открываться в два срока у нас уже. То есть это, в принципе, возможно, да? Да. Удлинить больше 10 дней нет, это для всей Российской Федерации установлено 10 дней, но вот в два срока, если открывать, если нам пойдут на встречу, то это будет уже большое дело. Ну, вот он, в принципе, быстро, эти птицы быстро пролетают, да, над Рязанью, потому что раньше были большие половодья, они, наверное, оставались, плавали здесь, питались, а сейчас таких половодьев нет, и от этого зависит? Да не только от этого. Во-первых, гусь, у него, значит, своеобразность есть в пролет, он летит в тундру, но не гнездится. Значит, тот полувозрелый, скажем, вот часть популяции гусей, это 2-3 года, которые уже гусь, они проходят, ну, скажем так, транзитом Рязанской области без посадок, они спешат на гнездовье. Молодняк, который не будет в этом году размножаться, он задерживается на территории нашей области до мая, где-то примерно 15 мая, даже были 25 мая, последний гусь улетает от нас, то есть они где-то кормятся еще, набирают жира, и потом только летят к своим местам гнездования. А расскажите о других птицах, как вот на уток в этот сезон, допустим, разрешено охотиться? Ну, на уток, скажем так, охотиться вообще нельзя, можно только на селезней охотиться. Весной вообще нельзя охотиться на самок уток, глухарей, тетеревов, только на самцов, поскольку птица размножается, и убив самку, это одно из самых серьезных весенних нарушений будет для охотников. Охотиться, ну, если традиционная охота на селезни, это с подсадной, конечно, птица. Охотники содержат утку, готовят ее, соответственно, своеобразным образом, затем с ней выезжают в уходе, высаживают утку, манят, то есть крякают фактически, и подманивают селезней, которых охотник добывает. Ну, соблюдая норму отстрела, не более трех селезней за день охоты можно таким образом добыть. Кроме того, не обязательно, скажем, мы не подходим жестко, обязательно требуя наличия подсадной птицы, можно охотиться с применением чучела, выставить и манок, но обязательно условие, чтобы было укрытие, какой-то шалаш, определенное искусственное укрытие, только из укрытия. Кстати, на гусей тоже охота только из укрытия, нельзя ходить по угодям, там подкрадываться к птицам, только нужно сидеть и дожидаться, когда птицы сами прилетят. А вот в этом случае, когда охота на селезни происходит, это где? Где-то на озерах или в лесу вообще? Нет, охота на селезни, да, это только на водоемах, потому что утка высаживается, может это быть какое-то болото, озеро, пруд или разлив рек, то есть, ну, вода, где утки обитают на воде. На гусей сейчас все больше охота происходит в полях, более того, даже, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что охота на гусей на реках, на озерах, на водохранилищах, она просто запрещена. Даже запрещена на островах, которые образуют, вот, разлив, сейчас ака разлилась, образуют острова какие-то там, на их островах также на гусей запрещено охотиться. А реки, если взять ака от сна Мокша, охотиться на гуся, можно только не ближе, 200 метров от уреза воды, с учетом вот весеннего разлива. А почему это все так происходит? Ну, потому что, чтобы дать возможность гусю отдохнуть, сесть на воду и отдохнуть, чтобы были территории, где его не беспокоят. То есть на поле надо выходить? На поле, да. Куда он вылетает? На кормежку, делать там скоротки, траншеи, кто, ну, тут уже кто как приспособится. А как браконьеры себя ведут при открытии вот этого сезона охоты? Ну, браконьеры, как всегда, ведут себя нагло, во-первых, не дожидаясь срок открытия охоты, выходят на охоту. Вот у нас сейчас уже на сегодняшний день порядка больше 20 протоколов составлено на таких нетерпеливых охотников. Хочу сказать, что охота вне сроков охоты – это наказание только в виде лишения права охоты и последующего аннулирования разрешения на оружие до двух лет. То есть подумать нужно, прежде чем выходить на такую охоту. Ну, а так что? Значит, ходьба, вот как я сказал, нужно ходить из укрытия. Вот эта ходьба по угодям. Идут вдоль реки, поднимают уток, стреляют. Это тоже весной недопустимо. То есть вот два таких нарушения, которые в весенний период чаще всего случаются у нас. А вы говорили мне раньше, что и уголовные наказания могут получить такие браконьеры. Это уже в других видах охоты скорее, да? Ну, больше, да, к другим. Но весной также, скажем, некоторые, если любители походятся, завести моторную лодку, по разливу прокатиться, по речке, утки поднимаются, их стреляют с лодки. Вот тут уже будет уголовная ответственность с конфискацией, в том числе и оружия, и плавательного средства. Весной вообще запрещено применение при охоте, при выслеживании дичи, при поиске, применении плавательных средств. Разрешается их применение только для добычи, добытой дичи. Скажем, стрельнули, упал там где-то селезень в воде, доплыли, его подняли, на берег выплыли, и все. Больше на лодках нельзя плавать, беспокоить дичи. Ну да, то и удивилось. Я же знаю, что селезни уток собирают с водоемов. Расскажите, какие ограничения существуют для охотников в этот период? Вот что не следует им делать, на что надо обратить внимание? Ну, во-первых, еще раз обращу внимание, что не следует, как я уже говорил, ходить по угодям. Нельзя передвигаться по угодям в транспорте, в котором находится расчехленное заряженное оружие. Это повлечет наказание. Кроме того, весной запрещается применение нарезного оружия для добычи дичи. Запрещено применение световых устройств каких-то, потому что бывает ночью слепят птицу, стреляют. Но вот очень распространено у нас сейчас то, что применяют электрические манки. Или там магнитофон окатит, который воспроизводит на гусе и особенно голос птиц, и подманивают пролетающие стаи. Это также запрещено. Значит, это будет такой способ охоты, будет конфискация этого электрического устройства, и будет наказание в виде штрафа. Нельзя также применять дробь диаметром более 5 мм. То есть стрелять на какие-то запредельные дистанции. Нужно стрелять в нормальной ситуации, максимум 50 метров по гусям. Ну, по уткам от того бывает ближе. Это вот основные запреты, которые весной бывают. А почему электрические манки запрещены? Что такое? Ну, потому что это способ как бы у нас охоты любительской, спортивной, не промысловой, не заготовки дичь. А это манки, это в принципе как бы уже стимулирует какой-то массовый отстрел. У нас два гуся норм отстрела за сезон, за день. Если за сезон их и так можно стрелять, какие-то такие массовые заготовки у нас не происходят в области, поэтому ни к чему это. Так же, как и запрещено применение транспортных средств и прочее. А вот что сейчас происходит с популяцией гуся? Вот это самораспространенная такая птица, на которую сейчас выйдут охотиться. Как ее меньше, больше становится, вот пролетающую? Нам трудно судить, скажем, по Рязанской области, вот просто наблюдая за пролетом гуся, больше или меньше, поскольку он часто меняет просто свои пути пролета. И, скажем, если вот в одном районе его в том году было много, в этом мало, не значит, что уменьшилась численность. Здесь, в принципе, мониторинг должен вестись на федеральном уровне, начиная с места озимовок и кончая местами их не сдавания. Но, в принципе, вот какие сведения мы располагаем, не отмечается то, что снижается численность, скажем, белолобового гуся, гуменника. Пока что его популяция опасений не вызывает, охотиться на него можно. Единственное, вот уже два года подряд у нас запрещена охота на серого гуся в связи со снижением его численности. Вот на это тоже надо обратить внимание. Сергей Александрович, спасибо вам за такую прекрасную, занимательную беседу. Спасибо вам, что пригласили. Всем охотникам хочу пожелать удачной охоты, ни пух, ни пера. У нас в гостях был начальник управления по охране животного мира Минприроды Рязанской области Сергей Корольков. До свидания, до новых встреч!